Детский телесад Камеры видеонаблюдения, пропускная система и онлайн-доступы – это не про закрытые стратегические объекты, а про Чебоксарские детские сады. Как говорится, безопасность детей превыше всего. Как ее обеспечивают и какие основы безопасного поведения изучают дошколята? Об этом мы узнаем в нашем сегодняшнем выпуске. Каждое утро по одному маршруту Валентина Зверева ведет своего сына Сашу в детский сад. Нужно пройти через металлическую калитку и уже на территории. Но внутрь просто так не попасть. В садике действует система контроля доступа. На дверях стоит датчик, который считывает с карточки данные, заложенные изначально. Считав с карточки, здесь отображается, кто зашел пофамильно, вошел или вышел. Посторонне никто не может зайти, потому что у них нет карты доступа, соответственно, их система просто не пропустит. Такой способ входного контроля появился в 204-м садике полгода назад. Нам детский сад выдал карточки всем бесплатно. Там содержится фамилия, имя, отчество родителя. Мы не беспокоимся за своих детей. Это удобно, прежде всего, и безопасно. Зайти незамеченным в любой столичный детский сад не получится. В каждом уличные видеокамеры, домофон и пропускная система. Вот в 200-м садике установлена программа распознавания лиц. Камера фиксирует каждого. Когда мы отслеживаем, кто пришел в детский сад, с кем пришел в детский сад, вместо прокручивания постоянного пленки мы можем прокрутить фото всех входящих родителей и отследить время прихода. Каждая запись должна храниться в течение одного месяца, 30 дней. Кнопка вызова полиции, противопожарные системы и центральный сервер, где хранятся записи с камер. Вот такие пункты безопасности оборудованы в детских садах. Муха, сакадуха, позороченная блюха. Маленькая Юля старательно выговаривает слова стихотворения и сказки Корнея Чуковского. Как у нее это получается, знают не только другие дети и воспитатели, но и мама. Хотя она на работе. В группе установлены камеры наблюдения, а у Индиры Ивановой, мамы Юли, на телефоне стоит специальное приложение – NVCIP. Приложение установили сразу же, как поставили камеры в группах. Сразу же нам дали пароли. По возможности смотрим, следим за ребенком, чем он занимается в течение дня. Очень удобное приложение. Это не то, что мы не доверяем воспитателям. Это присматриваем за своими детьми. Всего лишь. Что это у нас? Светофор. Для чего он нужен? Чтобы в дорогу переходить. Знакомство с элементами дорожного движения наглядно. Вот так ребята учат ПДД, а после закрепляют на практике. Здесь теперь какой у нас цвет? Красный. Что мы делаем на него? Встаем. Правильно. Так, зеленый цвет, да? Дорога есть. Улица города в миниатюре. Со своими светофорами, пешеходными переходами, дорожными знаками и остановками. У ребят свои роли. Кто пешеход с коляской, а кто велосипедист. Ребята постарше уже решают тесты. Все как на настоящем экзамене в автошколе. Вопросы с картинками и варианты ответов. Таня Соловьева задание щелкает, как орешки. Сегодня мы за компьютером изучали знаки дорожного движения. Когда мы с мамой и папой гуляем, я могу сама перейти дорогу, потому что я знаю правила и знаки. Нельзя перебегать дорогу, надо смотреть направо-налево. Надо смотреть, чтобы зеленый цвет загорелся и уже тогда переходить. Такой подход помогает дошколятам гораздо быстрее усвоить правила, а значит, добавляет уверенности родителям. Но на улице для малышей опасна не только дорога. Беда может случиться в любой момент. Кто знает, как нужно себя вести, если потерялись вы на улице? Надо стоять на месте. По кого что найдут? Потому что найдут потом. А если проходит сотрудник полиции? Ну, то надо сказать номер квартиры, как зовут маму, и он отведет домой. Вот такие профилактические беседы в садиках проводят регулярно. Сегодня в гостях полицейские. Они рассказывают о своей профессии и о том, как вести себя в разных экстремальных ситуациях. Одна из таких – пожар. О правилах противопожарной безопасности дети узнают в рисунках и постановках. Сказка «Кошкин дом» – отличный для этого пример. Тетя, тетя, кошка, выглядела кошка. Пока одни играют роли, другие собирают пазлы и рисуют. Насколько опасен огонь, можно ли играть со спичками и что делать, если случился пожар? Ребята знают ответы. Надо пожарных вызывать. Ну, а пока пожарные едут. Если в садике случится пожар, то мы нажимаем на лучку и выходим по ступенькам на улицу. Ксюша говорит о пожарном выходе. Эвакуацию проводят раз в месяц, и эту дверь дошколята открывают без помощи взрослых. В коридорах перила покрыты светоотражающей краской. Даже в случае задымления можно найти выход. Огонь тушит вода, но и с ней надо быть осторожным. Правильно спускаемся. Спинка к бассейну. Ребята учатся плавать под присмотром опытного тренера. Чтобы это получилось быстрее, они выполняют специальные упражнения. С доской плывем для того, чтобы ножки у нас работали на воде хорошо, чтобы держаться на водичке. В свои шесть лет Ксюша уже неплохо плавает и знает, как вести себя на открытой воде. За бульки не заплывать далеко слишком. Если бульки далеко, и дети без круга, без ничего, когда не надо далеко заплывать, нужно попросить родителей вместе сплавать. Если не умеешь плавать, то далеко только плавать. А если не умеешь, одевай круг, наручники или жилет. Но не надо забывать и о том, что в наших квартирах немало электрических и газовых приборов, которые представляют опасность. И с каждым нужно уметь обращаться. Можете ли вы сами самостоятельно включать плиту? Нет. Почему? Потому что мы можем обжечься. Говори на галку. Мы можем обжечься. А кто же должен все время следить за плитой тогда? Мама. Вот такая квартира в миниатюре. Утюг, стиральная машина, фен и тостер. Все можно потрогать, а заодно запомнить все правила использования. Как правильно пользоваться бытовыми приборами, держаться на открытой воде и на какой сигнал светофора переходить через дорогу? Знания этих простых правил обеспечивают безопасность детей и дают спокойствие родителям. Это была передача «Детский телесад». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова